Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Рядом был немецкий аэродром в годы войны. Вполне возможно, если это действительно минно, были заграждения минные. Эхо войны. Находка времен Великой Отечественной не на шутку взбудоражила жителей третьего микрорайона. Мы несем эту идею, чтобы у нас был доступ на законном уровне. «Даешь молодежь» – «Анапа» объединяет молодых и инициативных. Форум «Гражданская консолидация» дает старт новым идеям. «Помимо домашнего хозяйства она владела и оружием, и скакала на лошади». День матери по казачьи. Самые юные казачата поздравили мам необычным концертом с кубанским акцентом. И начнем с ЧП. Сегодня с 9 утра часть пустыря в микрорайоне 3Б оцепили полицейские. Поводом стал подозрительный предмет, который обнаружил местный житель и наш коллега-журналист Геннадий Войтенко. Он утром гулял с собакой. В районе, где идут земляные работы, питомец обратил внимание на странный предмет, торчащий с земли. По форме и размерам он напоминал противотанковую мину. Журналист немедленно позвонил в полицию. Те, в свою очередь, вызвали саперов. «Как краевед-историк, могу сказать, что рядом был немецкий аэродром в годы войны, вполне возможно, если это действительно мина, были заграждения мины. Это одна из них осталась. Я не уверен, что если это мина, это она последняя. Все-таки надо поискать на пустыре еще». Сотрудники полиции обеспечивали безопасность в районе потенциально опасной находки до самого вечера. Пешеходов и автомобилистов просили выбирать другие маршруты. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не предоставили. И к другим темам. Каким будет курортный сезон 2018 года? Точки Надыра оставили сегодня на расширенном итоговом совещании курортной и туристической отрасли. Глава Анапы Юрий Поляков обозначил свои требования по содержанию пляжных территорий. Высказал категоричное мнение в отношении несанкционированной торговли и предпринимательской деятельности в обход закона. «Включиться в обсуждение проблем курортной отрасли, с которыми мы сталкиваемся из сезона в сезон, призвал глава Анапы Юрий Поляков каждого сидящего в зале. В городском театре собрались 500 человек. Представители градообразующей отрасли в экономике Анапы. Это руководители санаториев, туристических агентств, ведущие ательеры, представители надзорных и контролирующих ведомств. Все, кто должен быть заинтересован в продвижении курорта, в обеспечении комфорта и безопасности наших гостей. До мая будущего года предстоит решить массу вопросов. Акцент расставлял глава, например, в теме содержания пляжных территорий. Все едут на море. То есть интересуют пляжные территории, интересует море и отдых на море. Поэтому пляжные территории для нас вопрос номер один. Вот когда я выше говорил о том, что какие приоритетные задачи мы ставим там на курортный сезон 18-го года, это в первую очередь пляжные территории. Понимаете или нет? Сегодня вы понимаете, открыта Турция, Египет, сегодня Крым, сегодня то-сё, сегодня за отдыхающего нам надо бороться. Губернатор ставит такую задачу, что надо за отдыхающего бороться и давать возможность ему возвращаться к нам обратно. Аккуратно. Понятно, что санаторием проще, допустим, они имеют пляжную территорию, у них как бы всё включено и пляжный отдых включен, всё. А тот, кто просто так берёт пляж, у него одна мысль, как отбиться за то, что он его взял, этот пляж. И начинается там торговля шашлыками, вином, пивом, пятое-десятое, позорище курорту. Ну, хочу сказать вам максимум сил, а приложу, и у нас есть понимание с правоохранительным органами, мы не дадим такой возможности на пляжных территориях разводить такую, грубо говоря, хашламу, которая там происходила в этом курортном сезоне, а поверьте. Так что будьте готовы и готовьтесь к пляжному сезону. Подробнее о других темах свещания мы расскажем в наших следующих выпусках. Подробный репортаж с итогового свещания курортной и туристической отрасли мы покажем завтра. В Анапе продолжаются работы по освобождению муниципальной земли от незаконно установленных торговых объектов. На пляжной территории в районе Витязева идет демонтаж конструкции. Все эти объекты установлены незаконно и по решению комиссии они подлежат сносу. В продуктовые магазины, кафе и торговые ролеты всего будут убраны более 100 объектов. Собственник воспользовался предоставленным правом самостоятельно демонтировать конструкции. Специалисты муниципального контроля следят за выполнением работ. Данные объекты необходимо устранить, так как они были незаконно установлены, без разрешительной документации. В ближайшее время незаконно установленные объекты будут демонтированы с пляжной территории. Пляж будет очищен для гостей и жителей города. Также специалистам муниципального контроля предстоит очистить пляжи от незаконно установленных аттракционов и детских горок. Работа по наведению порядка в сфере торговли продолжится. Третий по счету добровольческий форум гражданской консолидации открылся в Анапе. Его цель – объединить общественные инициативы молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Начало положили встречи и знакомствам в неформальной атмосфере. Кружева, по небу узоры прочь, все споры. Кружева, судьбы разноцветной полотно. На сцене выступали музыкальные коллективы города-курорта. В зале молодые люди со всего Краснодарского края. Организаторы поблагодарили прежде всего их за активную гражданскую позицию, желание встречаться и обмениваться опытом. На выставке в фойе Центра культуры Родина представлены все грани города-курорта. Анапа – это и город воинской славы, место, где можно выразить себя, в том числе и в сфере современных технологий, и, конечно, курортная составляющая. Этот форум всегда проходит в городе Брорта-Анапа. Это не случайно, потому что на самом деле жители этого города, они относятся по-особому и к вам, участникам, и к молодежной политике. И хочется еще также сказать спасибо огромное за то, что проводят вместе с нами его, за то, что организовывают такие вечера для вас, за то, что поддерживают молодежское добровольческое движение. И форум «Гражданская консолидация-2017» считается открытым. В форуме принимает участие более 170 молодых людей. Они приехали, чтобы обменяться опытом, связанным с трудоустройством и занятостью, формированием доступной среды у себя на территориях. Целая команда приехала в сопровождении своих четвероногих друзей. Лаборадоры-поводыри – полноценные участники форума. Собак добрее, чем эти, стоит еще поискать. По словам Руслана Алиева, они четко разделяют работу и время, когда могут побыть обычными домашними собаками. В меру веселыми, позитивными, фактически членами семьи. Молодой человек с Ляной приехали из Армавира. По совету друзей, вместе с единомышленниками из других городов, он будет проводить специальный мастер-класс. А также намерен бороться за права всех четвероногих друзей-слабовидящих. У нас с собаками-проводниками возникают некоторые сложности по проходу в поликлиники, в транспорт, в магазины и рестораны. И мы несем эту идею, чтобы у нас был доступ на законном уровне. То есть есть закон, и чтобы этот закон соблюдался в нашей Российской Федерации. Я два дня первый раз вообще в Анапе. Очень позитивный город. Мне нравятся здесь дорожки аккуратные, здесь тротуары аккуратные, пандусы есть. Очень удобно, потому что спускаться приятно. Делать город более доступным помогают гражданские активисты. Есть среди них те, кто перемещается на колясках, слабовидящие. Они собирают информацию о различных препятствиях и сообщают о них на муниципальном уровне, где специалисты ищут варианты решения. Из каких-либо проблем он добрался до городского театра, зашел в него. Если бы я захотел подняться на второй этаж, я поднялся на второй этаж. Я посещаю театры, торговые центры, магазины и совершенно никаким образом не ощущаю себя в своих передвижениях ограниченным. Почему? Потому что еще есть люди. Люди с открытым, люди с добрым сердцем. Когда есть большой партнер, у них есть лестница, они просто подходят и помогают. И считаю, что в этом есть своя доступная среда. Доступная среда в их сердцах, в их понимании. Понимая, что делая немного больше для таких людей с безграничными возможностями, мы облагораживаем сами себя. Облагораживаем наше пространство, которое находится рядом с нами. Если в первом форуме принимали участие 130 человек, то в третьем уже 170. В зале представители со всего Краснодарского края. Хотела бы передать вам слова благодарности и искренней признательности от главы нашего города, Юрия Федоровича Балякова, которому только занятость не позволила здесь находиться лично. И с утра он мне дал такие напутственные слова, Катерина Петровна. Передаю всю теплоту нашего города, города города Анапа, каждому, кто приехал сюда. Главная задача форума не только информировать молодых людей об их возможностях, но и давать ход различным инициативам. Работа службы охраны, видеонаблюдение. Человек-колясочник может наблюдать за системами, за камерами, смотреть в монитор и быть намного сосредоточеннее, чем обычный человек. Ввиду его особенностей, потому что он очень ответственно подойдет к этому моменту. Таких примеров можно привести очень много. Если есть идея, то ее нужно попробовать реализовать самостоятельно, заключив социальный контракт. То 90 тысяч рублей сегодня можно получить, обратившись в управление социальной защиты. Там проверят жизнеспособность идеи, помогут составить бизнес-план. На форуме привели конкретные примеры. То, что мероприятие проходит уже в третий раз, говорит о востребованности площадки. Организаторы выражают надежду, что в следующем году участников будет еще больше. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. До пяти лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей может грозить браконьерам, которые занимались отловом дельфинов в Черном море. Пограничникам совместно с сотрудниками прокуратуры удалось пресечь незаконную деятельность преступной группы, которая, прикрываясь официальным рыбным промыслом, осуществляла отлов афалин и передавала их в дельфинарий, которые на время курортного сезона арендовали жители Ростовской области. Стоит отметить, что краснокнижные афалины очень ценятся на черном рынке. Цена за одну особь может составлять более трех миллионов рублей. В ходе проверки в дельфинарии были обнаружены три афалины, на которых владелец не смог предоставить документы. Специалисты отметили, что млекопитающие находились в плачевном состоянии, в связи с чем была проведена целая операция по их спасению. В ней приняли участие ветеринарные врачи Анапского дельфинария. В настоящее время животным ничего не угрожает. А вот браконьерам грозит реальный срок и штраф до 500 тысяч рублей. По факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело. Анапские хоккеисты с триумфом вернулись с международного турнира, который проходил в Праге. Сборная курорта разгромила команды Чехии и Канады. В Анапу спортсмены привезли заслуженные трофеи – хрустальный кубок и золотые медали. На турнир хоккейную команду Анапы пригласили сами организаторы. Три года назад игроки ночной лиги уже взошли на пьедестал почета, и их победа не осталась незамеченной. По словам хоккеистов, команды противников были крайне организованными. Бреж в защите и слабые стороны обнаружили с трудом. Решающим моментом стала игра с Канадой, после которой хоккеисты блестяще выступили в финале. Я считаю, была переломная игра в плане становления от команды, характера. То есть все поверили в свои силы, и после этой игры мы стали как бы… Хотя следующую игру мы проиграли как бы Чехом 4-1. Самое главное, что мы в финале выиграли у них. Мы выиграли, но не просто он достался. Тяжело было, потому что уровень соперников был высокий, и как бы в какой-то мере честь стороны представляли. Все игроки – опытные спортсмены, занимающиеся хоккеем десятки лет. И это несмотря на то, что не имеют собственной тренировочной базы. Расходы на форму, а также аренду катка хоккеисты берут на себя. Помогает депутат Горсовета Вера Севрякова. Пока команда тренируется в станице Северской, выезжая на тренировки дважды в неделю. Но хоккеисты надеются, что профессиональный каток появится и в Анапе. Я уверен на 100%, что он будет постоянно. Пустовать он не будет, потому что в той же Северской сейчас приезжают со всей России команды на сборы тренироваться. А если будет на море каток, то будут ездить здесь постоянно. Будут те же фигуристы, хоккеисты будут тренироваться. У анапских хоккеистов немало достижений. Три года назад они уже выигрывали золото на аналогичных играх в Праге. Регулярно участвуют и в турнирах ночной хоккейной лиги. После победы на международных соревнованиях команда Канады приглашает анапчан на матч-реванш. Хоккеисты обещают, если получится организовать игру, они покажут себя с лучшей стороны и подтвердят статус сильнейших. Накануне Дня матери казачки воспитанники казачьих групп детского сада Виктория организовали для своих мам особый праздник. Утренник с участием юных казачат был наполнен кубанским колоритом. Народные танцы, стихи, посвященные самому близкому человеку, а также казачьи песни, не оставили равнодушным ни одного гостя. День матери казачки приурочен к православному празднику введения в храм Пресвятой Богородицы и традиционно отмечается 4 декабря. В празднике приняли участие и сами мамы. Юные казачата основательно подготовились к утреннику, изучили историю праздника и казачества в целом. Кубань – многонациональный регион. Здесь проживает более ста народов со своими традициями и обычаями. На это и сделали упор педагоги. Мамы казачат не остались в стороне. Вместе с детьми исполнили зажигательные танцы и народные песни. В этот вечер дети не скупились на комплименты своим самым дорогим людям. Красивая, любимая, родная. Спасибо детям за такие приятные моменты, когда мы можем благодаря им вспомнить то, чему они нас учили. В детском саду «Виктория» уже три казачьих группы. Пока это единственный сад в Анапе, где детей воспитывают в духе лучших традиций казачества. И педагоги, и родители отмечают результат самый положительный. Дети с малых лет привыкают к дисциплине, углубленно изучают историю Кубани, уважают и почитают старших. Мы воспитываем в детях уважение к женщине, понимание ее труда нелегкого, доли ее казачьей. Что она занималась всем буквально и могла даже вот отстоять. То есть помимо домашнего хозяйства она владела и оружием, и скакала на лошади. Не только матерей казачьих поздравляют детсадовцы. В течение недели здесь прошел ряд тематических утренников, посвященных Дню Матери. Сегодня вечером состоится заключительное осеннее мероприятие и уже начнется подготовка к Новому году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok